МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Розова. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Глава администрации Татьяна Леонова представила депутатам проекты, связанные с развитием Обгенска. Травматологи клинической больницы номер 8 приглашают на день открытых дверей. Жителям Наукограда врачи рекомендуют сделать прививку от сезонного гриппа. Традиционный атомный забег состоялся на лыжероллерной трассе. На 30-м заседании Обгенского городского собрания перед народными избранниками выступила глава администрации Наукограда Татьяна Леонова. Она рассказала о том, какие проекты в ближайшее время будут реализованы в первом городе науки, несмотря на сегодняшнюю сложившуюся ситуацию. Подробности в следующем сюжете. Татьяна Леонова отметила, что нужно продолжать и реализовывать намеченные планы и задачи. На заседании городоначальник рассказала о тех проектах, которые сейчас продолжаются и начатые исходя из решений прошлого года сформированного бюджета. Первое, что подчеркнула глава администрации Обгненска – благоустройство перед Домом ученых быть. У нас с вами было много споров, нужно или не нужно заниматься площадью перед Домом ученых. Работы начинаются. Мы в этом году сделаем перенос всех инженерных сетей. Мы сформируем участки, будут проложены дорожки, подведено, соответственно, все к освещению. На следующий год мы можем заняться озеленением. У нас будет новый центр города, к которому мы так много шли и стремились. Поэтому, несмотря на трудности, несмотря на то, что происходит вокруг, эти работы начаты и они будут реализованы до конца года. Вторая тема, которая была затронута – строительство понизительной насосной станции. Мы ждем несколько дней для подписания соглашения договора о строительстве понизительной насосной станции. Мы обезопасим старый город от возможных перепадов, от возможных отключений. То, что мы с вами проговорили, мы сделаем это до конца года. Несмотря на то, что это было очень сложно, очень долго времени проходила экспертиза, потому что это особо опасный тоже объект. Любые объекты такой инженерной инфраструктуры, они требуют государственной экспертизы. Поэтому этот проект тоже будет реализован. Кроме того, Татьяна Леонова рассказала о завершении строительных работ по обустройству площадки для заправки передвижных автозаправочных станций для новых автобусов. Вы знаете, что сегодня уже 18-19 новые автобусы на трешке мы увеличили с трех до пяти. На 17 маршруте ходят большие автобусы. И теперь у нас стоит задача получения заключения Ростехнадзора, что площадка и паксы, которые к нам придут, соответствуют всем требованиям. На прошлой неделе была встреча с Газпромом. Газпром подтвердил, что соответственно оборудование будет нам поставлено. Поэтому шаг за шагом реализуем и этот проект, привлекая новых водителей. Водителей сейчас, как сказать, приходит много. Но я вам уже говорила, что необходимо их кого-то обучать заново, кого-то переучивать, потому что газомотор – это газомотор. Впереди новый этап – формирование бюджета. Мы должны понять на следующий год, какие наказы от избирателей нужно прежде всего выполнить, отметила Татьяна Леонова. Я думаю, что в конце октября мы проведем встречу с ТОСами, регулярную встречу, которая каждый год состоится. Готовы открыто выходить с предложениями, кто ждет моего личного выхода. Встреча перед тем, как принять решение, а что сделать в следующий год, как мы будем финансировать с вами, в каком объеме ТОСы. Но нужно встретиться с людьми и поговорить, это ваши избиратели. Поэтому, если я вам нужна, я обязательно буду рядом. То, что сделано, устраивает или нет? Какие планы? Соответственно, что хотелось бы еще? Понятное дело, что мы все время говорим об ограниченности бюджета, но, тем не менее, очень много проектов уже, соответственно, сделано и выполнено. 26 октября в клинической больнице номер 8 будет проводиться день открытых дверей для людей, которых беспокоит боль в стопе из-за деформации первого пальца. После обследования пациентам будут даны рекомендации по ношению ортопедических стелек либо направление на хирургическое вмешательство для устранения существующей проблемы. Вальгус на отклонение первого пальца – прогрессирующее дистрофическое заболевание стопы, при котором большой палец отклоняется наружу, а в области его сустава образуется так называемая шишка. Помимо косметического дефекта, деформация приводит к нарушению ходьбы, вызывает боли, часто требует хирургического вмешательства. Пациенты с патологией не могут носить обычную обувь, а на тяжелых стадиях и ортопедическую. В день открытых дверей в КБ номер 8 ждут тех, кто испытывает боль в стопе. Таким пациентам будет проведен осмотр, диагностика и данные рекомендации. В зависимости от стадии заболевания, при необходимости врачи проведут хирургическое вмешательство. После осмотра пациента будут направлены на обследование, подготовлены к операции. Операция будет выполняться в нашем отделении, отделении травматологии. Операция проводится под спидно-мозговой анестезией. После оперативного лечения пациент на вторые сутки уже вставит на ноги, одевая обувь баруха, специальная обувь ортопедическая, и в чей месяц ходят на ноги. В дальнейшем пациентам подбираются стильки ортопедические, и они ходят уже в обычную ноги. Вальгус на отклонение большого пальца составляет более 70% от всех ортопедических патологий. Заболеванием в 95% случаев страдают женщины. Нарушения возникают после 30-40 лет и вызваны гормональными изменениями. Структурным компонентом соединительной ткани являются коллагеновые волокна. Основная функция коллагена заключается в том, чтобы придавать соединительной ткани прочность и долговечность. Дефицит эстрогенов ведет к снижению образования коллагена в соединительной ткани. В результате капсульно-связочная система, состоящая из соединительной ткани, теряет прочность. Другая причина заболевания – наследственная предрасположенность. В большинстве случаев, если нарушение есть у матери, его выявляют и у дочери. Основным фактором, способствующим развитию деформации стопы, является ношение неудобной обуви, узкой и на каблуке более 3-4 сантиметров. Усугубить патологию может беременность, продольная плоскостопие, травмы стопы и голени. Из-за смещения суставных поверхностей происходит перестройка костной ткани с образованием болезненного остеофита. Как правило, при легких степенях деформации больной может беспокоить легкая утомляемость, при длительной ходьбе, болевой синдром к концу дня. В таких случаях, как правило, показано ношение стелек, занятие гимнастикой, следить, чтобы не было избыточного веса. Но бывают случаи, когда легкая деформация переходит в деформацию средней степени, иногда даже тяжелую деформацию. Тогда человека могут беспокоить достаточно сильные боли в стопах, неудобства при ходьбе, при подборе обуви. И частенько с такими жалобами пациенты приходят для решения вопроса об оперативном лечении. Если сделать операцию, то комфортная жизнь возвращается, и пациент может носить обувь, которая не только удобная, но и красивая. День открытых дверей состоится 26 октября в 10 утра. Предварительная регистрация обязательно. Для удобства можно воспользоваться QR-кодом. Елена Фильна, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В Обнинске сегодня активно ведется прививочная кампания от сезонного гриппа. Какая вакцина используется? Где можно сделать прививку? И почему важно вакцинироваться? Ответим на эти вопросы в следующем сюжете. Прививка – это доступная защита от гриппа. Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо сделать до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. У привитого человека вероятность заболеть гриппом минимальна. В случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме без осложнений. Оптимальное время для того, чтобы сделать прививку от сезонного гриппа – это осень. С сентября по ноябрь. А где сегодня можно пройти вакцинацию? В поликлинике бесплатно можно сделать прививку. Перед этим можно посетить участкового терапевта, врача-терапевта. Работают два пункта вакцинации. Это в первой поликлинике по адресу проспект Ленина, 85, прививочный кабинет 417, работает по будням с 8 утра до 18.45. И второй пункт вакцинации – это поликлиник Центра профпатологии, который находится по адресу улица Горького, 11, дробь 1, 207 кабинет прививочный, который работает с 8 утра до 2 часов, до 14.00. Перед этим в первом пункте и в втором пункте необходимо посетить доктора. Кроме того, прививку можно сделать и в выходной день. Такая возможность тоже есть для тех горожан, которые работают в будние дни. Прием для желающих вакцинироваться организован по субботам в поликлинике номер 1 – с 8.00 до 14.00. В клинической больнице номер 8 ФМБ России имеется вакцина «Сови-грипп». Это инактивированная вакцина, которая является профилактикой от гриппа. Она зарегистрирована и зарегистрирована в Российской организации здравоохранения. И в ней участвуют все штаммы, которые циркулируют в нашем населении в данный эпидемиологический сезон. Также продолжается и прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции на базе медучреждения. Используется для этого процесса вакцина «Спутник Ви». Сейчас наличие более 2000 доз в клинической больнице номер 8. И стоит отметить, что вакцинироваться можно в КБ номер 8 и от гриппа, и от COVID-19 одновременно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Что касается «Сови-гриппа», то в медицинское учреждение Наукограда поступило 7680 доз вакцины. Компания вакцинальная началась с 23 августа. Ежедневно увеличивается объем желающих провакцинироваться. Порядка 100 человек ежедневно вакцинируется в двух пунктах вакцинации. Прививка не опасна и не вызывает осложнений. Могут наблюдаться местные реакции в месте введения препарата, полезненность, уплотнение, покраснение, а также общие реакции, повышение температуры до 37,5 градусов, головная боль, слабость. Однако через пару дней недомогание проходит. Противопоказания также имеются в данной вакцине. Это если имелись ранее или отмечается аллергическая реакция на куренный белок, либо компонент вакцины. И острые заболевания, либо обострившиеся хронические заболевания, которые имелись ранее, также являются противопоказанием. Относительным противопоказанием является первый триместр беременности. Хотя уже со второго и с третьего триместра инактивированная вакцина разрешает безопасно вводить. Совигрипп относится к таким вакцинам. Организована работа КБ номер 8 с организациями города Обнинска по мобильной вакцинации. Составлен план-график выезда в бригад для вакцинации сотрудников ведущих предприятий города. Заявки от организации на вакцинацию своих сотрудников можно направлять на официальную почту клинической больницы номер 8 ФМБА России. Не забывают и о маломобильных жителях Первого Наукограда. Если такие пациенты хотят привиться от гриппа, то им необходимо подать заявку через колл-центр. Они группируются и к людям приедет мобильная группа для проведения вакцинации. Кристина Забожка, Евгений Соколов, Обнинск ТВ 30 сентября на лыжероллерной трассе состоялось традиционное спортивное мероприятие городской легкоатлетический кросс, посвященный памяти легендарного подводника командира первой советской атомной подводной лодки контр-адмирала, героя Советского Союза Леонида Осипенко. Сегодня в городе, на этом замечательном объекте, в лыжероллерной трассе спортивная школа Олимпийского резерва Кванг проходит традиционный для нас городской кросс, посвященный памяти легендарного подводника Леонида Гавриловича Осипенко. В мероприятии принимают участие абсолютно все желающие. Детские сады, общеобразовательные школы, СУЗы, ВУЗы, а также сотрудники организации предприятий города. Возрастные группы следующие. Воспитанники дошкольных учреждений Обнинска, мальчики и девочки 2013, 2014 и 2011, 2012 годов рождения, юноши и девушки 2009, 2010, 2007, 2008 и 2005, 2006 годов рождения, мужчины и женщины 2004 года рождения и старше. В этом году, как рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту, появилась и новая дистанция. Порядка 500 человек преодолеет разные дистанции в зависимости от положения. Если у взрослых это там 1000 и 2000 метров, то детские сады пробегут один круг протяженностью 400 метров. Также в этом году мы ввели новую дистанцию, это 2022 метра, которая входит в забег атомных городов. Город Обнинск – это первый на квадрат России, и мы приняли участие в забеге атомных городов. Она рассчитана для взрослых участников, то есть это 2022 метра, где каждый участник получит памятную медаль финишера и футболку от корпорации «Росатом» при поддержке «Атомспорта». Следует отметить, что очень много участников – это малыши первого наукограда. Так сложилось, что Обнинские детские сады и школы активно вовлекаются в спортивную жизнь города. Практически на все мероприятия, рассказывает Константин Олухов, приглашают подрастающие поколения. Они с радостью откликаются, очень активно участвуют. Это кросс-осипенко, который проходит сегодня. Это юные ГТОшники. Также делаем детские забеги в атомных трейлах, в атомном марафоне. И еще ряд мероприятий зимой, которые проходят на лыжах. Очень важно привлечь самых юных, самых молодых, самых перспективных. Потому что среди них обязательно есть тот, кто зайдет в будущем на Олимпийский пятистал. И сама погода в минувшую пятницу оказалась благоприятной для проведения масштабного спортивного мероприятия, которое для наукограда стало уже доброй традицией. Каждый участник легкоатлетического кросса после финиша получил свой заветный памятный приз. А самых маленьких атлетов ждали сладкие подарки. Кристина Забожко, Сергей Макрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которые выходят по будням в 19 часов. До свидания.